МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В России изменились правила призыва. Будет работать единый реестр воинского учёта и общедоступного реестра повесток. Профориентация и получение опыта трудовой деятельности. В Самаре начал работу проект «Первый шаг» для детей-сирот в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих в Самаре. Вязанный дракон Гоши, нарисованные персонажи из советских мультфильмов и фото зоны с камином. Самарскую подземку красили к Новому году. Предновогоднее волшебство. Сотрудники ГИБДД исполнили заветную мечту мальчика, который хотел с ними подежурить. В Самаре продолжают готовить лёд к грядущим праздникам. Этой зимой в городе будут работать 128 бесплатных катков. Новый завод в Тольятти – новые рабочие места. Одобрена заявка на строительство в особоэкономической зоне завода по производству строительных материалов. Это уже 36-й резидент особоэкономической зоны. Он намерен инвестировать в проект не менее 1 миллиарда рублей. На предприятии будет создано 113 рабочих мест. В 2023 году в экономику Самарской области инвесторы вложили около 500 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем пять лет назад. По словам губернатора Дмитрия Азарова, современные технологии очень важны на нынешнем этапе укрепления технологического суверенитета нашей страны. Новые рабочие места высокотехнологичны и с достойным уровнем заработной платы. А значит, в регионе решается задача повышения уровня благосостояния жителей. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в армию в 2024 году с использованием электронных повесток, сообщают на сайте Кремля. Ведомства также должны обеспечить призывникам доступ к личному кабинету в едином реестре повесток. Ведомством также поручили информировать россиян о применении к ним мер, направленных на обеспечение явки по повесткам. Кроме того, министерства должны обеспечить актуализацию данных призывников в военкомат и запросить у работодателей сведения, необходимые для воинского учета с использованием единого реестра. Кроме того, россияне должны будут автоматически получать подтверждение права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу. Вязаный дракон Гоша, нарисованные персонажи из советских мультфильмов, фото зоны символом домашнего тепла камина. Самарскую подземку украсили к Новому году. Инсталляции и отдельный декор сотрудники метрополитена создали своими руками. Частью материалов декораторов обеспечил профсоюз, остальные реквизиты сотрудники принесли из дома. Кто может погреться у камина и почему драконы назвали Гошей, узнала Ольга Павлова. Скоро поезд мчится, скоро все случится. До Нового года чуть больше недели и станции Самарской подземки готовы встречать драконов и всеоружие. Инсталляции продумывали коллективно, рисовали, вязали, шили и даже создали целые фото зоны. На станции Российская пассажиров у символа домашнего тепла и уюта к камина встречает снеговик Олов, предлагая каждому сфотографироваться и выпить чашечку чая с бубликами, спицы и пряжа в дополнение к новогоднему интерьеру. И сразу хочется в детство, в уютный и теплый дом бабушки, где на Новый год всегда происходили чудеса, говорят сотрудники, каждый из которых приложил руку к созданию праздничной атмосферы. Дети фотографируются, да, они подходят к елочке, им нравится камин, Олов, то есть они с ним фотографируются. А этот маленький и веселый персонаж Дракоша гордость станции Безымянка. Его своими руками связала сотрудница, а в коллективе Дракоши дали имя Гоша для созвучности. Продумывать новогодние интерьеры здесь начинают еще в июле. Как говорится, готовься они летом, а в декабре игрушки и поделки размещают в вестибюле станции. Работа в замысле, в творческом, в течение лета, а зимой приступают к реализации своих проектов, всей смены, всем коллективам. Так что люди у нас любят работать руками, не только занимаются своим делом, и дома в свободной обстановке занимаются творчеством. Напомним, ранние долгие годы каждый объект участвовал в конкурсе. Формировалась комиссия, которая оценивала новогоднее станционное убранство, исходя из разных критериев. Однако, по желанию коллектива Самарского метрополитена, поддержанному дирекцией, было решено отказаться от выбора самых эффектных станций, поскольку все сотрудники с теплом и старанием подходят к украшению вестибюлей. Люди генерируют идеи, вкладывают не только свой труд, но и частичку души, желая создать уют и праздничную атмосферу, прежде всего для пассажиров, жителей и гостей Самары. Они подумали и решили, что это все-таки домашний праздник. И здесь, когда люди дома украшают елку и свою квартиру, они не подразумевают, что у них там должно быть лучше всех. А самое главное, чтобы было красиво и уютно для них самих. Новогодним оформлением метрополитен удивляет каждый год и заряжает праздничным настроением пассажиров, которые уже по достоинству оценили праздничный декор. Красота российская, то, что доезжает, тоже очень красиво понравился. Там Дед Мороз нарисован, снегурочка, весь такой красочный тоже. Ну, мне очень понравилось. Здесь на выходе, где Кировский, там Дед Мороз со снегурочкой, красивые сидят, да. К Новому году сотрудники муниципального предприятия Самарский метрополитен украсили все 10 станций. Отдельные декоры, целые инсталляции они создали своими руками. Добрая традиция существует с самого открытия подземки. При поддержке профсоюзной организации креативных декораторов обеспечили необходимыми материалами для создания праздничного антуража, наслаждаться которым жители и гости нашего города смогут до середины января. Ну, а пока сотрудники Самарского метрополитена поздравляют всех с наступающим праздником. Желаю вам легких дорог, зеленого света везде и удачи. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Сотрудники госавтоинспекции Самары исполнили мечту ребенка. Шестилетний мальчик на новогоднюю елку желаний повесил открытку с пожеланиями поработать с экипажем ДПС. Подробности у корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Чтобы осуществить мечту шестилетнего Рома Зайцева, понадобилась помощь сотрудников госавтоинспекции Самары. Дед Мороз тут оказался бы бессилен. В новогодней открытке, которую мальчик повесил на елку желаний, была просьба поработать вместе с экипажем ДПС. Ну, это интересно, потому что вдруг кто ездит без документов, а за этим никто не следит. Что тогда будет? Вместе с Ромой на дежурство с экипажем госавтоинспекции вышли еще несколько детей. Водители с пониманием отнеслись к такому усилению патруля. Ну, необычно. Понимаю, что все к Новому году. Интересно, конечно. Дети осваивают будущие профессии. Молодцы. В принципе, это можно везде внедрять, потому что детей надо уже с детства приучать к будущей профессии. Родители Романа говорят, что такое желание сына их не удивило. Мальчик давно интересуется работой полицейских. Его дедушка, мама и папа – сотрудники органов внутренних дел. Он изначально, как бы, ему всегда нравилось, когда мы проезжали по дороге, допустим, проезжали мимо сотрудников ГИБДД. Ему всегда это было интересно, как они работают, как они несут службу в этих условиях, там, меняются они, не меняются. Очень много вопросов задавал летом с ребятами на перекрестке, допустим, на даче. Также имитировали работу сотрудников. Ну, в игре это все интересно. Детям не только выдали специальные жилеты и жезла. Сотрудники ГАИ ответили на вопросы юных инспекторов и позволили изучить салон патрульного автомобиля изнутри. Перед тем, как приступить к проверке документов на дороге, детям провели экскурсию в учебном классе детского автогородка в парке Гагарина. «Смотрите, вот она белого цвета, да, и на ней есть полоска. Как вы думаете, зачем полоска? Полоска, она отражает. Сейчас вот многие элементы есть на одежде, да, носит, у которых есть такая полоска. То есть вы ночью ходите и вас видят». «На самом деле приятное удивление, что сейчас дети с родних лет уже хотят, ну, по крайней мере, как минимум, вот этот мальчик, да, хочет уже вступить в ряды госавтоинспекции, да. Это приятно, потому что с учетом всех последних тенденций компьютерной технологии, когда многие хотят пойти в IT-технологии, либо там в другие сферы, да, слава богу, что есть такие дети, которые хотят послужить Родине, да». После экскурсии сотрудники госавтоинспекции вручили ребятам новогодние подарки. В ответ дети подарили командиру батальона полка ДПС Сергею Шутраеву игрушку на елку в виде светофора. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Помочь трудоустроиться детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Самарская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации в сотрудничестве с молодежным центром «Самарский» при поддержке фонда президентских грантов завершили проект «Первый шаг». Об итогах года и планах на следующий проект «Первый шаг» расскажет Елена Чернявская. Помочь трудоустроиться детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. В Самаре обсудили возможность проведения стажировок на предприятиях для ребят под руководством наставников. В 2024 году делились своим опытом представители разных отраслей, договорились объединить усилия, чтобы помочь детям, оставшимся без попечения родителей. «Это различные предприятия, крупные предприятия Самары, которые организовывали для ребят экскурсии на предприятиях, стажировки, встречи с ребятами, профориентационные мероприятия. Период работы был более двух недель. И вот так, если перевести в деньги, то один ребенок в среднем более 10 тысяч за период заработал». Среди участников проекта «Первый шаг» Полина Мишина и Кирилл Бирюков познакомились, когда пришли устраиваться на работу в Центр Самарский. Работали помощниками специалистов и получили первую зарплату в своей жизни. Своими трудовыми достижениями молодые люди очень гордятся и уверены, что в будущем году обязательно продолжат начатое. «Мне понравилось работать, потому что было интересно. Это очень хороший опыт и очень хорошее начальство. Очень хорошо относятся, мне очень понравилось. Я заработала очень хорошую сумму и я ее потратила там. Вот последний я купила абонемент в тренажерный зал». «Это трудоустройство дало мне опыт общения с людьми, незнакомым мне. Оно помогло мне больше социализироваться. И я заработал нормальную сумму и отложил ее, естественно, на мечту». Молодежный центр «Самарский» совместно с Федерацией профсоюзов и предприятиями АПК «Самары» и области не первый год реализует проект для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За это время более 50 молодых людей, воспитанники и выпускники детских домов, реабилитационных центров, школ, интернатов смогли овладеть профессией, получить первый трудовой опыт, подготовиться к выходу на рынок труда. Все это было бы невозможно без участия наставников, неравнодушных представителей организации партнеров, где участники проектов проходят стажировку. Елена Чернявская, Петр Плавеев, «События». А теперь коротко о других выяснить. По данным главного управления МВД по Самарской области, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир одной из машин. Накануне на этой же трассе столкнулись два грузовика. Кабину одного буквально сплющило от удара. За медицинской помощью обратились водитель и пассажир грузового автомобиля «ГАЗ». На маршруте «Самара-Рождествено» с 22 декабря изменится расписание движения судов на воздушной подушке, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. Как стало известно, корректировка графика связана с обскрытием льда на Волге. Сюда на воздушной подушке будут ходить по временному расписанию. Из Самары первый рейс отправится в 8 утра, последний рейс в 16.45. Из Рождествено первый рейс отправится в 8.15, последний рейс в 17.00. Заход на проран в 10 и в 15.00. Власти региона внесли изменения в закон, касающиеся предоставления бесплатных путевок в санаторий. На бесплатные путевки могут рассчитывать бюджетники, педагоги, воспитатели детских садов, медики, которым врачи назначили пройти курс реабилитации. При этом средняя величина дохода на каждого члена семьи у таких работников не должна превышать 4-х кратной величины прожиточного минимума. Теперь же появилось уточнение. В соответствии с новой редакцией право на бесплатную путевку имеют те работники, для которых место работы в бюджетной организации является основным. Еще одно новшество связано с цифровой трансформацией процедуры получения льготной путевки. Теперь основанием для предоставления льготы станет документ о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов гражданина и его семьи, который будет запрашиваться в порядке межведомственного взаимодействия. Кроме того, утвержден порядок постановки на учет граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, сообщили в областном правительстве. Посещение новой лыжероллерной трассы на базе «Чайки» будет бесплатным. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Ему поступило более 4 тысяч обращений от жителей региона. Все они уже отрабатываются областным правительством. 20% россиян утверждают, что самый желанный подарок на Новый год – деньги. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. О путешествии мечтают 18% опрошенных. 7% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 6% – сертификат на обучение. 5% россиян мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 3% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2% россиян. По 1% голосов набрали такие варианты подарков, как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера. О подвиге наших героев и преемственности поколений через военно-патриотическую песню. В Самару прибыл военный ансамбль 8-й армии «Новороссия». Музыканты дали концерт для ребят 1-й Самарской гимназии, исполнив песни времен Великой Отечественной войны, современные хиты и песни авторского сочинения. Военный ансамбль, созданный в 2015 году, завоевал сердца миллионов. Музыканты гастролируют по России и выступают в зоне специальной военной операции, поддерживая наших бойцов. С вокалистом ансамбля «Романом разумом» пообщался наш корреспондент Ольга Павлова. Для учеников 1-й Самарской гимназии поет-вокалист ансамбля «Новороссия» «Роман разум». Организатором патриотического концерта музыкантов выступил торговый комплекс «Гудок». Для нас очень важно рассказать, особенно молодежи, о том, что происходит на Донбассе, почему проводится специальная военная операция, ее главные цели и задачи. Ну и через военно-патриотическую песню мы расскажем о подвиге наших героев, о преемственности поколений. Музыканты исполнили песни времен Великой Отечественной войны, современные хиты и песни авторского сочинения. Также для учеников 1-й гимназии была организована выставка экспонатов трофеев из зоны специальной военной операции. Гимназисты наравне со многими жителями губернии помогают нашим бойцам. Мы собираем все то, что можно отправить в зону СВО. Здесь и продукт питания, и теплые вещи. И самое главное это письма, рисунки наших ребят для бойцов, выполняющих свой долг. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Впереди новогодние праздники, большое количество праздничных застолий, в том числе и с употреблением алкогольных напитков. Что делать, если ситуация вышла из-под контроля и как избежать отравления? Подробности в нашем следующем материале. В период новогодних праздников и длинных рождественских выходных люди стремятся отдохнуть, как говорится, на полную катушку, побывать у близких, встретиться с друзьями, посетить кафе и рестораны. В череде праздничных событий увеличивается количество застольей с употреблением алкоголя. Именно в этот период резко возрастают отравления алкогольными напитками, которые приводят к серьезным последствиям для здоровья и безопасности. Избавиться от последствий отравления многие годы люди стремились одним, хорошо им знакомым и, пожалуй, единственно известным средством. Долгое время для лечения похмельного синдрома использовали активированный уголь. Но в связи с тем, что была необходимость приема достаточно большого количества таблеток и длительное время для того, чтобы избежать эффекта обратного высвобождения алкоголя, так сказать, десорбции, конечно, данные препараты сорбентов были неудобны. Но фармакология не стоит на месте. На смену привычному активированному углю пришли новые современные сорбенты. Эти средства способны не только снизить токсическую нагрузку на органы, но и минимизировать само появление болезненного похмельного синдрома. У современных сорбентов лучше сорбционная способность. Они впитывают большее количество побочных метаболитов алкоголя и тем самым эффективнее устраняют причину похмельного синдрома. Помогают бороться не только с проявлениями клиническими похмельного синдрома, но и также предотвращать сам похмельный синдром. Например, одним из популярных современных сорбентов является полисорб. Он не только устраняет причину алкогольного отравления, но и может предотвратить похмельный синдром. Чтобы Новый год не был испорчен, правильно подготовьтесь к новогодней ночи. Запланируйте праздник, а не застолье. Не выпивайте алкоголь натощак, не смешивайте разные спиртные напитки, не покупайте сомнительный алкоголь, не старайтесь быстро достигнуть состояния ощутимого опьянения. Пусть новогодняя ночь будет длинной. Для того, чтобы предотвратить последствия новогодних праздников, заранее позаботьтесь о том, чтобы принять меры. Это прием сорбентов и умеренная доза алкоголя. И помните, что во всем должна быть мера. Веселого вам Нового года и берегите себя. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Путешествия в мир народной мудрости и фольклора. В Самаре теплоэнергетическая компания представила социокультурный проект «Теплые сказки». Это уникальная книга, в которую вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов. Многие из них никогда не издавались. Ксения Баканова расскажет подробнее. В них храбрость всегда побеждает, а за тяжелыми испытаниями следует награда. Сказки полезно читать не только малышам, уверена Руда Шеймарданова. Для взрослых это возможность вернуться в детство, а такие путешествия в прошлое, как глоток свежего воздуха для души. «Сказка в основном всегда заканчивается добром, как и в жизни так должно быть. И мне кажется, не только дети любят, и взрослые любят слушать сказки и смотреть. Именно народные касаются. Там очень много жизненных ситуаций описывается». В Самаре в библиотеке народов Поволжья прошла презентация книги «Теплые сказки». Это тот самый случай, когда название действительно говорящее. Ведь сборник разработала одна из энергоснабжающих организаций города. Над ним трудились в течение года. «Три лихих беды есть на свете. Первая беда – злая жена. Вторая беда – холи нет у человека ума. А третья беда – золотая казна». «Это был большой научный и исследовательский труд. Привлекались литературные эксперты, которые отправлялись в экспедиции в отдаленные уголки России. Нужно было найти нужных людей, сказителей, отобрать большой массив материалов и выбрать самое лучшее». Устали читать? Тогда можно послушать. По специальным QR-кодам на страницах книги можно перейти на официальный сайт проекта, где представлена аудиоверсия каждой сказки. Всего их 17. Они озвучены на разных языках. «Уникальность этого издания в том, что там впервые опубликованы некоторые сказки, которые больше нигде не были опубликованы. Мало того, в этой книге появились сказки не только многочисленных народов, но и малых коренных народов». Это бессырмянская, хантыйская и мансийская сказки. Организаторы говорят, каждый читатель обязательно найдет в этой книге что-то для себя. А лучше выбрать свободный вечер и почитать сказку всей семьей. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Катание на коньках – одна из главных зимних забав. В Самаре лед продолжают готовить к грядущим новогодним и рождественским праздникам и выходным. В этом году для жителей оборудуют 128 бесплатных катков в парках и скверах, на территориях образовательных учреждений и во дворах. В парках Гагарина «Дружба» и «Металлургов» катки уже заработали. Покататься там можно с 10 утра до 10 вечера. Также на катках можно взять в прокат коньки. Взрослые могут арендовать за 300 рублей в час, школьники и студенты за 200, дети до 7 лет за 100 рублей. Также можно воспользоваться камерой хранения. Самарцам рассказали, как подготовить организм к крещенским купаниям, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января. Основа полезного закаливания – постепенность и систематичность. Во время принятия душа можно использовать более холодную воду, чем обычно. Для этого достаточно снизить температуру на 2-3 градуса ниже той, к которой вы привыкли. Начинайте с обтираний прохладной водой, затем переходите на обливание. Следует обратить внимание на особенности вашего здоровья. К какой группе вы относитесь? Первые – это практически здоровые люди, которые болеют простудами не чаще одного-двух раз в год и периодически занимаются закаливанием. Вторая – относительно здоровые, то есть те, кто болеют 2-3 раза в год и никогда не закаливались. Третьи – ослабленные, часто болеющие и никогда не занимающиеся закаливанием. Здоровые люди должны обливаться прохладной водой с начальной температурой 20 градусов. Второй группе врачи советуют использовать контрастный душ. А представителям третьей категории лучше начинать с воздушных ванн по 5 минут в день с начальной температурой 22 градуса в сочетании с утренней зарядкой. Уже после можно приступить к обтиранию прохладной водой. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в телеграм-канале сообщает о том, что в Самаре в новогодние праздники отдохнут ребята из города Снежное. 50 юных снежнянцев отправились в шеф-регион до конца каникул. Их ждет насыщенная программа с посещением различных культурных мероприятий и экскурсий. Организаторы запланировали визиты в музеи и учреждения культуры. Также дети побывают в Самарском цирке. Администрация Самарского района напоминает о том, что в России началась активная подготовка к выборам президента, которые пройдут в марте 2024 года. Проведение выборов невозможно без избирательной комиссии. О том, как они формируются, можно узнать, посмотрев карточки. Избирательная комиссия – это независимые коллегиальные органы, которые организуют подготовку и проведение выборов. В состав избирательных комиссий выдвигают партии, общественные объединения, собрания избирателей по месту жительства, работы и учебы. Главные принципы – открытость и объективность. Администрация промышленного района напоминает, почему важно регулярно проходить диспансеризацию. Многие из нас часто откладывают визит к врачу, игнорируя профилактические осмотры и считают, что времени на прохождение диспансеризации нет. Однако стоит помнить, что своевременное выявление заболеваний способно предотвратить развитие серьезных патологий и сохранить здоровье на долгие годы. Диспансеризация – это комплекс мероприятий, направленных на профилактику и выявление заболеваний на ранних этапах их развития. Зачастую многие патологии не проявляются на первых этапах в виде видимых симптомов. Именно в этот период лечения является наиболее эффективным. Выявить признаки заболеваний помогает диспансеризация. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok